Пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим соотечественникам со словами, прежде всего, глубочайшей тревоги и боли за все то, что происходит в нашей стране. Я и представить себе не мог, когда подавал заявление об отставке и рассчитывал, что моя отставка будет служить тем компромиссом, тем путем к миру, что после моей отставки страна покатится под откос и произойдут такие страшные кровавые события на Украине. Я внимательно слежу за всем тем, что печатается, издается и говорится на украинских каналах, в украинских средствах массовой информации. Конечно, я глубоко возмущен теми потоками лжи, дезинформации, неправды, которые обрушились на наших людей. Я представляю, как им трудно в условиях такой тотальной, абсолютно ничем не ограниченной лжи сделать правильные выводы. Но ведь, если, уважаемые соотечественники, вы таких выводов не сделаете, то дела-то в стране пойдут еще хуже. Прежде всего, меня поражают позиции нынешних киевских властей. Они ни за что не отвечают, они ни за что не виноваты. У них всегда есть кто-то, кто виновен в том бедственном положении страны, в котором она сейчас находится. Но только не они. Вот это меня поражает. Ведь я всегда считал, что власть всегда ответственна за то, что происходит в стране. В 2004 году тем, кто рвался к власти, а это группа Тимошенко, Турчинова, не удалось пролить кровь. Они очень хотели реализовать события в 2004 году по румынскому варианту. С тем, чтобы полностью уничтожить прежнее руководство страны. Не удалось. Группа посредников международных и правительства пошли на компромисс. И, в общем-то, обеспечили мирный переход власти к президенту. Провели третий тур, так называемый, к президенту Ющенко, который назначил премьер-министр Тимошенко. Печальные результаты этого управления совершенно очевидны. Особенно они сказались, конечно, в 2008-2009 году, когда Украина, единственная из стран Европы, да и мира, войдя в мировой экономический кризис, понесла жуткие потери. Во-первых, девальвация национальной валюты в два раза. Ликвидация многих банков. Потеря сбережения населения. Вал внутренний продукт страны обрушился на почти 15%. Так вот, я хотел бы вернуться к этим аналогиям. И когда мы наблюдали, как развиваются события в 2013 году, в конце, то, по сути дела, мы видели то же самое. И какой повод был использован? Это то, что правительство, исходя из объективных причин, приняло решение отложить, как вы знаете, подписание соглашения об ассоциации с Европой. Сразу же был выдвинут ложный тезис о том, что Украина отказалась от европейской интеграции. Это абсолютно был ложный тезис. Хотя бы потому, что никакая европейская интеграция нам тогда и не светила, и близко. И сейчас совершенно очевидно, что мы гораздо дальше находимся от Европы, чем были в декабре 2013 года. Но, учитывая слабость руководства, я думаю, что было принято решение идти на реализацию вооруженного переворота. Ясно совершенно, что без поддержки западных стран, Соединенных Штатов, эта группа заговорщиков не имела никаких шансов на успех. Но какой-то активной позиции руководства страны по защите конституционного строя, прежде всего, не было, прежде всего потому, что активно вмешивались западные страны, они постоянно нам говорили, ни в коем случае не применяйте силу, ни в коем случае договаривайтесь. И вот практически три месяца Янукович пытался договориться, и договорился до того, что был свергнут с поста президента, была сформирована команда, которая имела перед собой задание физически уничтожить его и его семью. И у него не оставалось никакого другого выхода, как покинуть страну. Кстати, мало кто знает, что покушение было организовано и на меня. Машина, в которой ехала моя жена, это моя машина, была обстреляна из автоматов, и только чудом жена осталась жива. Но ясно, что эти пули предназначались мне, поэтому у меня тоже не оставалось никакого другого выхода, как покинуть страну. Вот представляете, в чем я обвиняюсь? В пособничестве незаконным финансированием из государственного бюджета, да не может быть финансирование государственного бюджета незаконным, поскольку это закон о государственном бюджете. Ведь это же абсолютно всем понятно и ясно. И вот по таким надуманным предлогам против меня возбуждаются уголовные дела, выносится решение суда о моем аресте. За что? Все годы я честно служил в Украине. И вот теперь давайте сравним. Вот этот год, который прошел без руководства, моего руководства правительством, и те годы, когда я был в власти. Потоки лжи обрушились на наше правительство. А вместе с тем, за 4 года неполных, мы в 1,6 раза подняли реальные доходы людей. 16 раз я поднимал ежеквартально заработную плату, пенсии, социальные пособия. Многие социальные пособия были увеличены в 2,5, в 3 раза. Например, пенсии чернобыльцам, особенно инвалидам первой группы. Пособия при выплате рождения, при рождении ребенка. Мы их увеличили очень значительно. Мы строили страну. Мы провели Евро-12. Я сейчас с болью смотрю на кадры полностью разрушенного Донецкого аэропорта. Это был... Мы построили один из самых лучших аэропортов в Европе. Длина взлетно-посадочной полосы была всепогодная, во-первых, 4,2 километра. Можно было принимать абсолютно любые типы самолета. Вот та вышка, которую обрушили, развалили. Это был современный центр управления полетами. Современнейший. Мы в 2012 году его ввели в строй. Оснащенный самой последней техникой. Луганский терминал, который полностью разрушен. Громадное количество промышленных предприятий разбито. Распространяется очевидная ложь. И поэтому обращаюсь к украинцам. Друзья мои, откройте глаза. Ну вот сейчас, например, совсем недавно президент Обама признал, что якобы США осуществили посредничество при передаче власти. Да какой они имеют права вмешиваться в наши внутренние дела? Я помню свою встречу с госпожой Нулан, заместителем государственного секретаря, который убеждал мне создать правительство национального единства. Чего вы вмешиваетесь в наши дела? Я ей так и сказал. Я сказал, что наше правительство дважды получило в этом доверие в парламенте. Какие к нам вопросы? Какое национальное единство? О каком национальном единстве говорят те, кто сейчас разрушает нашу страну? Поэтому, прежде всего, мы должны задуматься, люди должны задуматься, потому что они должны понять, что источник всех бед и первопричина всех бед – это государственный переворот и приход к власти абсолютно людей, безответственных перед страной. Людей, которые манипулируют страной, которые являются орудием. Чьим орудием? Для тех же самых Соединенных Штатов Америки. Именно они сейчас Украину используют как таран против России. Это что в интересах нашего народа? Ведь смотрите, я всегда развиваю экономику, а мне есть что сказать. Мы, скажем, увеличили ВАУ внутренний продукт на 10%. Это большая величина в условиях мирового экономического кризиса. Мы строили новые предприятия. Мы создавали, я вам такую цифру назову, что производство продуктов детского питания, например, увеличило в 7,5 раз. Мы увеличили производство овощей. Мы думали о том, чтобы обеспечить стабильными цены на продукты питания, на товары первой необходимости. Это была для меня всегда главная боль, я этим постоянно занимался. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Это самая главная задача правительства. Это же дурацкое дело взять кредит и поднять почти в два раза тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Я этого никогда не делал. Три года мы обходились без всяких кредитов. Я оставил очень приличные валютные резервы страны. 20 миллиардов долларов. Я на 2014 год планировал курс гривны, 8,5 гривен за доллар. Почему он стал сейчас 22? Рост и развитие страны определяются очень многими факторами. Но главной среди них это продуманная долгосрочная политика создания благоприятных условий для бизнеса. Так вот, первое составляющее и первое условие для развития экономики это наличие внутреннего рынка. Второе условие это внешние рынки. И здесь мне абсолютно непонятна позиция нынешних правителей, которые отрезают от себя рынок, стран, содружественные независимые государства. Все, что делается сейчас, это делается во вред нашему народу прежде всего. Во вред нашей стране. Я бы определил сегодняшние власти Украины как антинациональные, как антиукраинские власти. То есть риторика-то у них какая-то украинская риторика, а реальные дела у них антиукраинские, антинародные. Вот что надо понимать. Так вот, внешние рынки это второе условие для развития и роста нашей экономики. Если мы сознательно отрезаем себя от внешних рынков, тех, на которые ориентированы наши предприятия, то мы заранее обрекаем нашу экономику на разруху. Вот что надо понимать. И так происходит. Остановился завод Юшмаша, остановились заводы в Сумах, в Николаеве. Да, это все заводы, работавшие на российский рынок, за которые я отчаянно боролся. Почему мне клеили ярлык про российского политика? Да потому что я боролся за российский рынок. Но я в России с принципиальностью отстаиваю украинские национальные интересы. Так же, как и на Западе, кстати. С Европейским Союзом мы очень долго боролись, отстаивая наши национальные интересы. Сейчас все сдали абсолютно. То есть, когда ты ходишь и заискиваешь перед европейцами, то ты, может, получаешь аплодисменты. Но ты не получаешь реальных выгод для наших людей, реальных выгод для своей экономики. Поэтому меня считали трудным переговорщиком и в России, и на Западе. Потому что я отстаивал наши национальные интересы, добивался того, чтобы наша продукция была представлена на этих рынках. Вот эти два главных условия. Третий условие – монетарная политика или возможность брать кредиты, иметь финансовые ресурсы для развития. И вот здесь обратите внимание, что положительный результат, прибыль предприятий в 2013 году превысила 160 миллиардов гривен. То есть, та экономическая политика, которая проводилась моим правительством, обеспечивала создание ресурсов для развития экономики. Даже в труднейших условиях мирового экономического кризиса. Особенно 2013 год был для меня очень трудным. Особенно 2013 год. Почему он был трудным? Да потому что упали цены на нашу основную экспортную продукцию металлы. Упал спрос на нашу продукцию на российском рынке. Это был целый ряд серьезных причин. Но спрашивается. А ведь наша национальная валюта стояла и стояла достаточно устойчиво. Поэтому это искусство управления финансовыми ресурсами, управления таким образом, чтобы обеспечивать макроэкономическую стабильность. Вы знаете, что сейчас эти власти поют, что денег нет, война и так далее. Все это неправда. Неправда потому, что главная задача правительства Национального банка обеспечивает стабильность макроэкономической. Если они с этим не справляются, они должны уйти. Вот и все. И должны прийти те, кто могут обеспечивать эту стабильность, обеспечивать рост доходов населения, обеспечивать работу предприятий, обеспечивать развитие. Если они это не способны делать, они должны уйти. Вот и все. Если бы у меня были такие результаты, я так и сделаю. Нельзя допускать обвалу национальной валюты. Это гвоздь в гроб нашей экономики. Я вам скажу, что то, что сейчас правительство, как я уже сказал, непрофессиональное, для меня это абсолютно очевидно. И набрали они там каких-то там литовцев, грузинов, еще кого-то. Ведь понимаете, все это настолько чепуха, настолько глупо, настолько нелепо. Вот я пишу об этом в своей книге. У меня, кстати, там очень ряд интересных рассуждений о реформах, о стабильности в стране, о том, что надо сделать сейчас для выхода из кризиса. Вот Янукович преклонялся, например, перед любыми иностранными специалистами. Ну, было у него такое, да. Побеседует там со специалистом Маккензи. И потом мне час целый рассказывает, какие они умные ребята, какие они светлые ребята. Все там надо делать, как они говорят. Да, они действительно умные ребята, вот специалисты, которые были консультантами у него в Маккензи по реформам, да. Но они абсолютно не знали экономики Украины. Не знали, не могли ее знать. Такие вещи нелепые, так мне жалко нашу Украину, если честно, понимаете. Душа болит за то, что, ну, творят над ней, что хотят. Нельзя сейчас слушать пропаганду, которая, значит, строится по принципам, чем ложь невероятнее, тем люди в нее легче поверят. Ведь смотрите, что сделали нынешние власти. Они установили тотальную цензуру. Они запретили показ, например, российских. А чего их запрещать? Ну, если там идет неправда, пожалуйста, выступи и скажи, что это неправда. Приведи соответствующий сюжет, докажи, что это неправда. Вот и все. Пусть люди сами делают оценки, пусть люди сами делают выводы. К большому сожалению, и самое-то главное, что меня беспокоит, нынешняя власть нацелена на военные действия. Для них война — это оправдание собственной бездарности, своей марионеточности. Это оправдание перед людьми за то, что все хуже и хуже становится ситуация. Попытка свалить на кого-то все. Понимаете, я хотел бы спросить, ведь я же очень хорошо знаю нашу экономику, наши запасы. А на что вы, господа, хорошие тратите? Вы что, грады где-то покупаете? Тратите валюту на эти грады? Вы что, артиллерийские орудия покупаете, танки покупаете, бронетранспортеры где-то покупаете, стрелковое оружие где-то покупаете? Даже форму Украина располагала, да и сейчас располагает, колоссальными складами всех воинских вооружений. На нашей территории располагались ударные армии, которые могли воевать и завоевать всю Европу. И Украина могла воевать со всей Европой лет 20, используя то, что у нас есть. Для меня была головная боль какая? Это то, что громадное количество снарядов, ракет располагалось в малоприспособленных уже в полусгнивших, полуразвалившихся воинских складах, которые были построены в 60-е, в 50-е годы и так далее. То есть для меня была большая проблема в утилизации как раз этих вооружений. Куда их девать? Вы знаете, что? Ну вот то, что происходит, это я не понимаю, почему наши люди на это не реагируют. Гибнут люди. И с той, и с другой стороны это граждане Украины. Вот что самое печальное. Вот начальник Генштаба признал совершенно очевидные вещи. Но нет на территории Украины регулярных российских частей. Нет их и быть не могло. Так получается, что украинцы воюют с украинцами. Граждане Украины воюют с гражданами Украины. На основании чего? Скажите, какого конституционного акта? Или уже вернуться к одесской трагедии? Я прочитал некоторые комментарии в социальных сетях особенно. Понимаете, мне стало больно за украинцев. Понимаете, это трагедия общенационального и мирового масштаба. Почему до сих пор никто за это преступление не ответил? Почему до сих пор не найдены убийцы, которые спровоцировали или которые организовали бойню на Майдане? Почему 26 погибших работников правоохранительных органов? Больше сотни тех людей, которые были на Майдане. Это убийство очень большого масштаба. Оно не могло быть организовано одним снайпером. Это целая бригада снайперов работала. Почему до сих пор они не найдены, не установлены? Или я помню две докладные Министерства внутренних дел о первых двух убийствах. В тот же день судебно-министерская экспертиза показала, что один был убит из охотничьего ружья картечью, другой был убит жаканом. Ясно было совершенно, что в правоохранительных органах не было оружия, из которого могли бы быть совершены такие выстрелы. То есть, да и по самим срокам совершения этих преступлений, то есть убийств, они были совершены значительно раньше, чем тела были вынесены и поступили в медицинские учреждения. Прошел год, чтобы наша прокуратура наконец удосужилась сделать заключение. Повторили то, что я сказал, и сделали вывод, что они были убиты неизвестно кем и неизвестно где. Так почему же эти две жертвы были сразу поставлены в вину Януковичу? После этого стали гулять такие штампы, как кровавый режим Янукович. Какое отношение? Я знаю очень хорошо Януковича. Очень хорошо. Его можно там много претензий предъявлять. Но претензии в то, что он мог дать приказ на убийство или распоряжение, это было исключено. Вот все эти дни я часто с ним встречался, разговаривал. Да не только с ним. Причем здесь он, например, министр внутренних дел, председатель СБУ. Они имели категорический приказ не применять оружие. Поэтому совершенно очевидно, что был заговор, что нужно было пролить кровь, что получить оправдание для того, чтобы свергнуть эту власть и развязать вот такого рода акции. Вы знаете, что? Вот я в своей книге говорю все то, что я знаю. Я ничего не утаиваю. Я говорил так, как оно есть. Естественно, я разговаривал с массой людей. У меня громадная информация. И поэтому я абсолютно ничего не утаиваю. Но, скажем, роль западных спецслужб американцев абсолютно очевидна. И ясно, что она в чем-то документировалась нашими спецслужбами. Что-то говорилось мне, скажем, полунамеками. Вот, например, в начале декабря американцы попросили разрешение на бестаможенный прилет или, так сказать, бестаможенный разгрузку двух военно-транспортных самолетов. Я знал об этом факте из сообщения СБУ. И очень удивился, когда вот такая разгрузка была разрешена. Также от службы безопасности Украины была информация о значительных суммах денег, которые перевозились из Польши для финансирования вот этих протестных акций, а точнее финансирования боевиков с оружием на Майдане. И, конечно, я собирал дипломатов, ну, например, западных стран, и откровенно им говорил, что невозможно вот в русло мирных протестов отнести, например, использование коктейлей Молотова против правоохранительных органов. Невозможно видеть в центре города вооруженных оружием людей. Это незаконное абсолютно формирование, это противоречит, ну, всем абсолютно нормам, в том числе и международного права. И, конечно, меня поражала реакция западных дипломатов, которые делали вид, что вот это все, ничего этого нет, и даже печенье раздавали. Тем самым боевикам, которые вот спустя буквально несколько дней пошли на вооруженный штурм администрации президента и на штурм резиденции президента Януковича. Вот это, ну, и с тех пор мы, как видим, практически по событиям в Одессе, полное молчание международного сообщества. Почему? К большому сожалению, еще раз повторю эту мысль, что Украину просто используют как такой таран против России. И вы знаете, что ведь не России от этого лучше не будет, и Украине от этого не будет лучше, будет хуже и Россия, и Украине. Россия по своей территории громадной имеет свои интересы. Вот, кстати, моя всегда задача была, как премьер-министр, определить, а в чем же заключаются стратегические интересы России в Украине? И, в свою очередь, мы свою политику выстраивали по отношению с Россией, прежде всего, определяя, а в чем же наши-то стратегические интересы в России заключаются. Мы очень тесно связаны между собой, я в книге об этом пишу. Наши традиционные рынки – это российские рынки. В чем наши стратегические интересы заключаются? Да в том, что Россия является крупнейшей сырьевой державой. То есть мы можем ориентироваться на устойчивое снабжение нашей экономики, нашей промышленности практически всеми видами сырья, если это необходимо. Вот я уже говорил, что 2013 год сложился чрезвычайно трудным. И когда я увидел потерю экспорта в страны Содружества, прежде всего, в Россию, ну, я стал искать рынки сбыта. 10 миллиардов долларов для нас – это была очень большая сумма. Кстати, мало кто знает, что у нас же негативные торговые сальды всегда было, в том числе и с Европой. С России негативные торговые сальды, с Европой негативные. То есть мы больше покупаем, чем продаем туда. И эта негативная сальда была для нас всегда головной болью, как его компенсировать. Так вот, когда выяснилось, что потерю такого серьезного рынка, как российский, Европа нам не восполнит, то я предложил создать трехстороннюю комиссию Европейский Союз, Россия и Украина. Для того, чтобы урегулировать все разногласия, которые возникли между Россией и Украиной. На тот момент. Разногласия были очень простые. Вы создаете зону свободной торговли, то есть товары европейские без препятствий начинают приходить на Украину. Но Украина имеет в свою очередь зону свободной торговли с Россией. То есть эти товары могут беспрепятственно идти в Россию. И таким образом Россия будет терять на таможенной защите тех товаров, которые поступают к нам из Европы. А учитывая масштаб европейской экономики, колоссальный, конечно, для России это стало представлять проблемы. Я долго пытался снять эти проблемы, скажем, на наших уровнях. Но в конечном итоге пришел к выводу, что без трехсторонней комиссии, без серьезных ключевых таких переговоров, эту проблему не решить. Вторая проблема, которая возникла, это переход на технические стандарты, нормы регулирования, действующие в Европейском Союзе. Соглашение об ассоциации требует от нас, чтобы мы в течение семи лет перешли на технические стандарты. А что это значит? Это же не просто бумажку принять, да, и написать вот, что, вот переписать, вернее, европейские стандарты, сказать, что вот этот завод должен выпускать продукцию в соответствии с этими стандарты. А завод надо перестроить. А скорее всего, новый завод построить. Вот, там, скажем, бензин, производство бензина. Мало кто знает, что у нас никто, ни одно предприятие не производит бензин соответствующий европейским нормам. Значит, все наши предприятия надо перестраивать, перерабатывать, модернизировать, чтобы они конкурировали на равных с европейской продукцией. И когда я подсчитал, а какой же объем примерно минимальный, я вышел на сумму 160 миллиардов евро. Встал вопрос, что тот срок переходной, он нереален. Именно поэтому мы предложили отложить на какое-то время. Так, а что сейчас по факту произошло? Да то же самое. Отложили до 2016 года. Подойдет 2016 год, станет ясно, что и в 2016 году его нельзя вводить. И он так перетечет. То есть, вот, придумали причину, что мы как будто бы отказались от европейского выбора. Да европейский выбор, это не бумага. Это не бумага. Европейский выбор, это прежде всего преобразование в стране. Модернизация, создание надежной правовой системы, когда бизнес был надежно защищен. Создание нормальных усвоев для банковской системы. И так далее, и так далее. Модернизация производства. Стимул для этого. Ведь понимаете, что, и вот я здесь доказываю в этой книге, я очень много времени потратил на самом деле на это, и весь мой опыт об этом говорит, что Украина это страна, которая могла бы в течение 20 лет примерно стать самым серьезным конкурентом Германии в Европе. Вот сейчас это кажется, да, фантастическим, но это так. Мы располагаем колоссальным потенциалом, прежде всего сырьевыми ресурсами, минеральными ресурсами, которые являются основой для любого производства. Мы располагаем высокоразвитой научно-технической базой, педагогической базой, способной готовить специалистов по самым новейшим специальностям, пока еще не растеряли. Так вот, мы располагаем уникальными, наконец, уникальным сельским хозяйством. Так вот, сочетание вот таких факторов при умной политике, но не сразу, не за полгода, не за год, не за два, а лет за 20, способно сделать Украину конкурентом такой страны, как Германия. Способно, запросто. И вот поэтому меня вызывает, скажем, какое-то определенное рассуждение, почему каждый раз, когда мы только начинаем выходить, вот в 2004 год мы имели 12,5% темпа роста, там в 2007 имели 7,5% темпа роста, взяли незаконно, распустили парламент, разогнали правительство, получили 8-9 год, все обвалили. Труднейший 10-й, 11-й год, 12-й год. Заложили основу для ускоренного развития экономики. И вот вам опять переворот, война. Вы знаете, что, скажем так, человек, который очень хорошо разбирается, вижу разрушенные дома на Юго-Востоке, я представляю себе, каких колоссальных усилий и денег потребуется на восстановление разрушенной инфраструктуры. Масса проблем решить, даже в случае одного дома. А теперь у нас масштаб разрушения. 5800 жилых домов разрушено на Донбассе. Кто их будет восстанавливать? За какие ресурсы? Какими силами? У нас Украина не располагает такими ресурсами для такого масштаба восстановительных работ. Понимаете? Значит, все это дело растянется на годы, причинит колоссальные страдания людям. И мы будем отвлекать необходимые ресурсы для модернизации экономики на восстановление того, что сейчас так интенсивно разрушается. В конечном-то итоге, вот этот конфликт, он противоречит глубинным интересам и Европы, и Соединенных Штатов, ну и России, само собой. Еще и еще раз, прекратить кровопролитие. Это самое главное условие. Прекратить, остановиться и начать переговоры по устройству, перспективному устройству государства. И надо спокойно смотреть на власть. Я подал заявление об отставке. Мне было это трудно сделать, но я добровольно его подал, потому что я думал, что моя отставка поможет урегулировать. Вот так должны поступать и сегодняшние власти. И вот я не понимаю, как можно подписать указ и объявить мобилизацию там 100 тысяч человек, например. Отправить в эту мясорубку 100 тысяч своих граждан. Ну как можно? Кой совестью надо обладать? Я просто этого не понимаю. Я пошел на любые компромиссы, но обеспечил мир в стране. С Януковичем я не виделся ни разу. И я очень сожалею, что он уехал из Киева, не предупредив меня об этом. Мне пришлось, будем ли, выбираться из Киева самому. Уже в таких достаточно трудных условиях. Исходя из этого, я считаю, мне нет смысла поддерживать с ним отношения. Я абсолютно нормально отношусь к тому периоду. Мы с ним много работали долго вместе, когда между нами было доверие. И мне очень обидно, что в течение определенного времени, последнего, это доверие по целому ряду причин, будем говорить, пропало. Мне стали противопоставлять других людей, скажем. Я вообще-то к этому нормально относился, потому что я не считал себя вечным премьером, министром. Но всегда считал, что меня должны заменить люди моего уровня, скажем. Вот примерно по моему уровню подготовки. А когда выдвигались, мягко скажем, такие фигуры, которые могли бы, в общем-то, не справиться с делом. Вот одна из причин, почему я не ушел в отставку раньше, например. Я надеялся, что мне удастся за счет моего авторитета, ну так оно, в общем-то, и получалось в большинстве случаев, удержать от неправильных решений. Вот я очень большое внимание уделял программе активизации экономики. Я вообще ничего не сказал, в книге об этом есть. Вот программа активизации экономики, это по существу программа модернизации страны. Она требовала слаженной работы абсолютно всего блока, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства промышленного развития, Национального банка, наших банков. А все буксовало. Нам не удалось в 2013 году, скажем, запустить эту программу вот так на полный рост. И вот я надеялся, что в связи с приходом вот таких ресурсов из России и Китая, мне удастся запустить. Вот это тоже меня удерживало от того, чтобы, значит, уйти в отставку. Поэтому я бы не хотел никаких слов осуждения высказывать в адрес Януковича, хотя потому, что пусть каждый, кто бросает в его камень огород, в его огород, вернее, камень, поставит себе на место его, когда ему стало известно о том, что готовится вот его физическое устранение. Вот каждый вот поставит себя, примет и подумает, а что бы он в этой ситуации делал. Мы совершали, конечно, ошибки в своей деятельности. И многое из того, что делалось, вызывало какие-то определенные претензии людей. Я тоже об этом пишу. Но самое главное, мы не совершали преступлений. На наших руках нет крови наших граждан. И поэтому то, что сейчас происходит в стране, и вынудило меня как бы прервать вот, может быть, даже затянувшееся молчание и обратиться ко всем тем, кто меня знает, вот с таким призывом. Остановиться, задуматься, подумать своей головой, прислушаться. Многим политикам, которые заняли позицию «Моя хата с краю», наконец, изменить эту позицию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!